Продолжение следует... Сегодня я вас приглашаю на изучение биофизики чисел. Мы с вами узнаем, как число Эйлера стабилизирует нашу нервную систему, дыхание и сердцебиение. Биологические процессы чрезвычайно сложны, а их устойчивость имеет жизненно важное значение. Наш организм состоит из триллиона клеток, и каждая из них состоит из триллиона молекул. Кажется чудом, что они хорошо организованы и функционируют как целый организм. В последние годы были разработаны электронные и виртуальные нейронные сети, которые моделируют электрическую активность мозга животного и человека. Однако при обработке сложных сигналов крупные сети становятся неустойчивыми. Кроме того, эти модели не объясняют, почему мозг проявляет тета-активность в диапазоне частот от 3 до 7 Гц, альфа-активность в диапазоне частот от 8 до 13 Гц, а бета-активность в диапазоне от 14 до 35 Гц. Почему при частоте при частоте ниже 3 Гц активность мозга переходит на дельта-режим, а при частоте свыше 34 Гц активность мозга переходит на гамма-режим? Граничные частоты 3 Гц, 8, 14 и 37 Гц появляются как совершенно случайным образом. Но если эти частотные границы являются случайными, почему тогда они являются общими для всех млекопитающих? Дельта-активность мозга характерна для спокойного глубокого сна. Альфа-активность проявляется в медитативных, гипнотических и динамических состояниях сна с быстрым движением глазного яблока. Альфа-активность проявляется в бодрствующем состоянии, но при закрытых глазах и при расслаблении, и уменьшается при открытии глаз или умственном напряжении. Бета-активность связана с мышлением и умственной концентрацией и уменьшается во время активных движений. Гамма-ритмы связывают различные популяции нейронов в сеть для выполнения сложной когнитивной или моторной активности. Представим себе, что хотим создать устойчивую нервную систему. Важнейшим условием устойчивости является физическое разделение различных состояний мозговой деятельности. Нарушение этого разделения может вызвать психические заболевания. Представим себе на минуточку, что частота, разделяющая θ и α равна 8 Гц, а частота, разделяющая α и β равна в два раза больше, то есть 16 Гц. В этом случае эти граничные частоты будут резонировать. Этот резонанс может в конечном итоге нарушить здоровое разделение различных состояний мозговой деятельности и дестабилизировать центральную нервную систему. Например, θ-α или α-β-β нарушение может вызвать проблемы с речью и пониманием, депрессию и тревожное расстройство. Поэтому сложные динамические системы, такие как нервная система, избегают частотных отношений целых чисел, которые могут провоцировать резонанс. К счастью, частота, разделяющая θ и α, не равна 8 Гц, а близка к 8 Гц и 3 Десятым. Частота, разделяющая α и β, не равна 16 Гц, а близка к 13,7 Гц. И частота, разделяющая β и γ, не равна 32 Гц, а близка к 37,2 Гц. Очевидно, благодаря весьма специфическому отношению частот, центральной нервной системе удается избежать дестабилизирующий резонанс. Какое отношение частот позволяет избегать резонанс? Кто слушал мою предыдущую лекцию, уже знает ответ. Для надежности снова попытаемся найти его. Для этого рассмотрим основные типы чисел. Целые числа. Отношения целых чисел. Это дробь. В математике называется рациональными числами. И мы уже знаем, что именно они провоцируют дестабилизирующий резонанс. Не подходят. Иррациональные числа. Например, квадратный корень из двух. Иррациональное число. Потому что не может быть представлено как отношение целых чисел. Однако, если две пары частот имеют отношение, равное квадратному корню, они умножаются друг на друга и приводят к целому числу. В данном случае к числу 2. Снова создавая условия для дестабилизирующего резонанса. Значит, тоже не подходят. Остаются трансцендентные числа. Они являются иррациональными, но не являются корнями. Это означает, что умножением они не могут быть превращены в целые числа. Существует бесконечное множество трансцендентных чисел. И самыми известными из них являются число Пи и число Эйлера. Однако, и об этом я вам в прошлый раз ничего не рассказывал, только число Эйлера имеет еще одно очень важное свойство. Число Эйлера, как вы, наверное, знаете, является основанием натуральной экспоненциальной функции. Е в степени Х. И это единственная функция, которая является производной от самой себя. Производная, напоминаю, это скорость изменения. Почему это так важно? На самом деле, частоты реальных процессов непостоянны. В том числе и частоты активности нервной системы. Они непостоянны. Следовательно, для достижения устойчивости, реальная система, в том случае, система, центральная нервная система, должна избежать резонанс не только в отношении этих частот, но и в отношении частот изменения этих частот. Значит, и в отношении их производных. Только число Эйлера может это гарантировать. Таким образом, число Эйлера является гарантом устойчивости реальных систем любой степени сложности. Это очень важно. Для числа Пи это места не имеет. Действительно, отношения граничных частот 8,3 и 3 Гц, а также отношения граничных частот 37,2 и 13,7 Гц аппроксимируют число Эйлера. В то время как отношения граничных частот 13,7 и 8,3 аппроксимируют квадратный корень из числа Эйлера. На этом изображении показаны диапазоны частот электрической активности мозга. Дельта, 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 альфа, петта и гамма. Низкие дельта частоты в импульсах в минуту красного цвета. Это красное число внизу. Более высокие частоты в импульсах в секунду белого цвета. Как видно, и вы это сейчас увидите, отношения граничных частот аппроксимируют число Эйлера и его квадратный корень. И весьма точно. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что мы не говорим только о физиологии человека. Эти частотные границы диапазонов активности мозга тента, альфа и бета, например, являются общими для всех млекопитающих. Число Эйлера и его квадратный корень разделяет также частотные диапазоны нашего дыхания и сердцебиения, мышечных вибраций и работы зрительного нерва. Трансцендентность числа Эйлера позволяет избежать резонанса между различными состояниями биологической активности и таким образом число Эйлера разделяет эти состояния. Физическое разделение различных состояний биологической активности имеет важное значение для устойчивости работы нашего организма. Нарушение этого разделения может привести к заболеваниям. Интересно, что аналогичные граничные частоты мы находим в спектре электромагнитного поля или электромагнитной активности Земли. нашей планеты. Например, основную частоту Шумана 7,8 Гц. Увы, солнечные рентгеновские вспышки могут вызывать сдвиги частот Шумана. И интересно наблюдать, что в этом случае, в случае солнечных рентгеновских вспышек, основная частота 7,8 Гц возрастает и достигает 8,3 Гц, достигая устойчивую граничную частоту тета и альфа-активности мозга. Вторая мода Шумана 14 Гц практически совпадает с устойчивой границей альфа- и бета-активности мозга. Примечательно, что солнечная активность влияет на этот режим гораздо меньше или совсем не влияет на него и очевидно из-за его устойчивости по эйлеру. Таким образом, число эйлера также обеспечивает устойчивость электромагнитной активности Земли. Это очевидное совпадение граничных частот электрической активности мозга с частотами Шумана показывает, что насколько точно электрическая активность биологических систем вложена в электромагнитную активность Земли. И важно знать, что именно число эйлера делает возможным это вложение. Идентичность спектра частот электрической активности мозга со спектром электромагнитной активности Земли является основой постоянной био-гео-физической коммуникации. Как мы увидели, граничные частоты электрической активности мозга не являются случайными, а совпадают со строками устойчивости, заданными числом эйлера. Таким образом, число эйлера определяет временные границы устойчивости центральной нервной системы. число эйлера стабилизирует все биологические периодические процессы. На мой взгляд, необходимо учитывать это обстоятельство в медицинской практике, в профилактике терапии. В нашей первой конференции мы узнали, как число эйлера обеспечивает устойчивость солнечной системы. Трансцендентность числа эйлера позволяет избежать дестабилизирующего орбитального резонанса. сегодня мы можем дополнить, что число эйлера обеспечивает устойчивость работы периодических биологических процессов, включая работу мозга, а также устойчивость электромагнитной активности Земли. И в заключении я хотел бы обратить ваше внимание на то, что для решения проблемы устойчивости электрической активности работы центральной нервной системы мы не звали на помощь ни Павлова, ни Сеченова. мы применили физику чисел одной из самых древних и в то же самое время самых современных областей знаний. Подведем итоги. что мы сегодня узнали? Трансцендентные числа придают устойчивость всему живому. Это как бы продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы увидели, что число Эйлера стабилизирует периодические биологические процессы, что он обеспечивает устойчивость работы мозга, в том числе устойчивость электрической активности центральной нервной системы. Число Эйлера обеспечивает устойчивость электромагнитной активности Земли, и таким образом создают условия для био-гео-физической коммуникации. В моей книге «Глобальный скейлинг» я показываю, как физика чисел работает в самых различных областях в астрофизике, биофизике, в экономике и в инженерии. Книгу можно скачать с моего сайта. приглашаю посетить мой канал в Ютубе. В заключении позвольте сделать еще одну заметку. Поскольку все биологические организмы на Земле являются частью Земли, а Земля является частью Солнечной системы, многие биофизические характеристики земных организмов, связанные с астрофизическими характеристиками Солнца. И этот связь осуществляется через число Эйлера и его целочисленные степени. Это тема нашего путешествия в мир астро-биологии чисел, в которую приглашу вас в следующий раз. Спасибо и всего вам самого доброго.